Питер Диккенсон, научный сотрудник Atlantic Council, присоединяется к нашему эфиру. Питер, я вас приветствую. Добрый день. Если рассматривать в развитии ситуацию с войной, то, что было полгода назад, отличается от того, что сейчас, и даже по неделям сильно отличается. Если вы скажете то, что сейчас происходит, достаточно ли поддержка? Начнем с оружия, потому что это более конкретно, более ощутимо на фронте. Ну, к сожалению, ответа очевидно, конечно, нет. Не хватает. Сегодня Украина получит гораздо больше, чем получила полгода назад или год назад, но все равно не хватает. Нет таких ракетов, которые надо, нет количества танков, которые надо, нет стрельбителей, самолетов, которые очень-очень потребны. Можно еще ряд, список сделать, ряд вещей, которых не хватает. Но надо тоже не забыть, что тенденция положительная, и получить более и более нужные вещи. Практически каждое место что-то новое обновляют и начинают доставить. Но мы далеко от той ситуации, когда у Украины есть все в руках, которые нужны для победы. Европейский Союз рассмотрит варианты ускорения поставок Украине обещанного миллиона артиллерийских снарядов. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что в настоящее время союзники уже передали около 224 тысяч артиллерийских снарядов, еще более 2000 ракет из своих запасов. Кроме этого, идет работа на других направлениях, заключаются контракты с частными предприятиями, расширяется внутреннее производство. Чтобы ускорить процесс, Евросоюз рассмотрит альтернативные способы снабжения снарядами, например, предложенную Словакии, возможность модернизировать устаревшие снаряды. Напомню, в марте этого года в ЕС приняли решение о передаче Украине миллиона снарядов в течение 12 месяцев. План включает в себя работу на трех направлениях – предоставление из собственных запасов, заключение контрактов с частными компаниями, а также расширение собственного производства. В начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов, ракет. В июле европейский план по расширению производства боеприпасов и ракет вступил в силу. Питер, что с снарядами? Просто если там дилетантски думать, а я совсем мало понимаю в объеме вооружения и в оружии, но кажется, что у России есть преимущество в том смысле, что это какие-то бесконечные запасы советского мусора, которые они готовы вкидывать в эту войну, может быть, годами. Как адекватно ответить на это, на уровне боеприпасов? Ну, действительно, у России есть огромнейшие резервы именно артиллерии. У них есть горы просто советского времени, которые они могут использовать. И по разным прогнозам у них реально хватает на такой же объем, как мы видим, берем последние месяцы, например, у них хватает на несколько лет такой же интенсивности. Но этот тип наряд, это оружие не самый современный тип, скажем так. То есть, один из преимуществ, которые могут быть в Украине, это более тонкий, более аккуратный, более современный тип артиллерия. Это один. И второе, это тоже объемность. Украина сейчас получит от западных стран немаленькое количество. Мы слышали, что они хотят, Евросоюз хотят доставить Украину миллион за календарный год. Но этот проект был подписан в марте, сейчас уже в сентябре, это уже полгода прошло, и Украина получила где-то там, ну, даже не одно четвертое из этого миллиона, то есть 220 чем-то. То есть, понятно, что пока они не успеют, они не доставляют как надо, такой же тем, как Украина нужна, и как они сами решили в начале весна. То, что они найдут у себя в карман, скажем так, взгляд и так далее, это одно. Но то, что мы не видим пока в достаточно эффективный объем, это самопроизводство. Они должны перейти от мирной военной экономики в какой-то уровень и производить снаружи, как надо, пока мы это не видим. Пока это дело идет в основном по поводу свой склад, то, что осталось где-то, то, что кого-то забыл где-то, и так далее, и так далее. Надо, чтобы они начали производить в такую же объемность, как мы видим в сторону России. Лучшее оружие, которое сейчас помогает украинским воинам защищать территорию нашей страны, должно производиться в Украине. Развитие собственного производства оружия — это приоритет. Это слова президента Владимира Зеленского, которые он сказал на встрече с представителями транснациональной британской компании BioSystems, которая ведет деятельность в таких отраслях, как производство оружия, безопасность, аэрокосмическая сфера. Теперь эта частная компания заработает и в Украине, и она, как отметил Зеленский, будет производить артиллерию, бронетехнику для украинских военных. Питер, насколько этот путь, учитывая, что война оказалась долгой, не знаем, сколько еще продлится, недавно президент об этом тоже говорил, Зеленский, о том, что сроки могут быть разные, насколько этот путь, производить оружие тут, в Украине, перспективный? Ну, он перспективный и он нужный. Понятно, что зависит от передачи за границей, это тоже не идеальный вариант. Конечно, в идеальном мире Украина производила бы сами, и вместо партнеров именно здесь, в Украине. Это то, что было бы, ну, это желательно. Вопрос тогда касается безопасности, а сколько заводов и местопроизводства в Украине могут быть безопасности. Это тонкий вопрос, конечно, под землей, под какие-то там ПВО. Разные варианты есть, но, конечно, никто строить большой завод в Украине не будет, если этот завод могут уничтожать русские ракеты в один ночь, скажем так. Поэтому главный вопрос, наверное, здесь – это безопасность. Если они могут гарантировать, обеспечивать безопасное место для этого производства, я думаю, что все остальное, именно насчет ресурсов, материал, строительный материал, специалистов, здесь, в Украине, не должно быть проблем, полный хватает и тот, и тот. Поэтому вот надо вот этот договор, который вчера включили с британской компанией, это очень хороший пример, надо его использовать и повторить с разными другими партнерами. Я знаю, что немцы тоже говорят, что у них скоро будет в Украине завод для танков. Турецкие партнеры собираются строить завод за дронов, разные боевые, то есть Байракта компания. Ну, это очень положительная тенденция, и, как мы видим, в плане войны, это будет, к сожалению, очень потребно. Надо, чтобы больше компаний начинали производить здесь, в Украине, и использовали украинскую экспертизу, в том числе. Да, это правда, украинская инженерная мысль очень далеко зашла, и украинские инженеры, которые работают в сфере военно-промышленного комплекса, известны своей квалификацией. Германия передала Украине новый пакет военной помощи, информация об этом опубликована на сайте федерального правительства. В перечне 10 танков «Леопард», в дополнение к 10 предоставленным ранее, радиолокационная станция воздушного наблюдения, 16 разведывательных беспилотников, «Вектор», тягачи, полуприцелы, более 13 миллионов патронов к стрелковому оружию и даже полевой госпиталь. Напомню, недавно министр финансов Германии Кристиан Линднер, он был, кстати, в Киеве, заявил, что правительство страны заложило 5 миллиардов евро ежегодной помощи на военную помощь Украине до 2027 года. Теперь решение о финансировании должен утвердить парламент Германии. Безусловно, Питер, как всегда, подчеркивают и украинские политики, и обозреватели. Мы благодарны за помощь Германии тоже, но когда читаешь этот список, больше похоже, что они отправляют на какую-то выставку свою технику. Тут 10 танков, одна установка радиолокационная. Это из-за осторожности немецкой происходит? Почему так? В конце концов, дают. Но сама партия звучит очень скромно, учитывая масштаб этой войны. Да, пока передача до сих пор на уровень сокровения государственности Украины и не победа Украины. То есть западные партнеры все, без исключения, насколько я вижу, боятся реакции России. Они боятся провоцировать жесткие реакции России и боятся выйти вперед за все свои партнеры. То есть они все дают по чуть-чуть, но никто не хочет, дают сразу очень много. И когда они готовят дать больше, чем обычно, они сделают все, чтобы это было вместо с кем-то. То есть немцы принимали решение по поводу Леопарда, но только вместо Америки. И только после того, что Британия тоже так принимала решение. И французов и так далее. И Дания готов даст F-16, но только вместо Голландии и Норвегии. И только с разрешения Америки. И так далее, и так далее. Они понимают, что Россия сейчас гораздо слабее, чем они ожидали и чем думали два года назад. Два года назад люди действительно верили, что Россия это вторая армия в мире. Сейчас они понимают, что Россия это даже вторая армия в Украине, скажем так. Но все равно это армия, которая есть ядерное оружие. И они не знают, что можно ожидать от Путина и его окружения. Тем более они знают, что Россия способна на гибридную агрессию. Против инфраструктура, против общества. Они боятся каких-то кибер-атаков, экономических атаков. Не знают, что ожидать. Поэтому люди, которые живут в мирном времени на Западе, они понимают, что Россия в полном смысле не составляет им угрозы их существования. Они не могут... Русские танки не появятся на улице Парижа, или Берлин, или Лондона в ближайшее время. Дело не об этом. Дело в том, что им не нужен рупник их мир. Они живут в мире. И они не хотят, чтобы они сделали для себя именно видный таргет для россиянов. Чтобы сказать, вот, это мы, которые поддерживаем Украину. Именно наша страна. Они хотят сделать то, что мы все поддерживаем по чуть-чуть. Поэтому не надо сделать что-то против нас особо. Потому что мы все поддерживаем чуть-чуть. И так бы уже полтора года было. И я предполагаю, что так будет продолжаться, к сожалению. Питер, и последний вопрос. Как раз вы такой мостик к Штатам в вашем ответе сделали. Такой перевели немножко туда. И об этом хотел спросить. Российская пропаганда неустанно, постоянно говорит о том, что сейчас будут выборы. Все поменяется. Американское общество устало поддерживать Украину. Откуда они это все берут? Это действительно такой нарратив пропагандистский? Или под этим есть какие-то основания? Насколько мы можем быть спокойны в смысле поддержки ключевого нашего союзника Соединенных Штатов? Ну, когда спрашивают обычный американец, вы доволны, что передают там десятки миллиардов долларов куда-то? То есть неважно, Украина или там другое направление. В основном они будут говорить, что нет, я не доволен, потому что он хочет эти деньги из себя. Но если мы смотрим на показатели, когда речь идет о том, что надо ли, чтобы поддержать Украину, Большинство американцев скажут, да, конечно, надо. Большинство американцев понимают, что русская победа в Украине была бы очень негативной влиял на американские позиции мировой. Тем более, они знают, что Америка уже сделала свою позицию поддерживать Украину. Если они сейчас скажут, вы знаете, мы придумали, мы ушли, так же, как случилось в Афганистане там два года назад, это будет огромнейший удар по репутации Америки по весь мир. Поэтому, да, конечно, люди не совсем доволны по поводу количества денег, хотят видеть больше результативных показателей результатов из этого поддержки. И есть политическая борьба там за президента, Белый дом, поэтому, конечно, Украина, это будет одна из тем. Я лично не вижу, что будет большое изменение, независимо от того, кто выиграет в этих выборах. Я думаю, что Америка уже, скажем так, слишком много поддерживала Украину, чтобы поверачивать и сказать, что мы больше не будем. Но мы будем слушать очень много в ближайший год, полтора, до следующих игров, даже чуть-чуть меньше. До выборов в Америку по поводу Украины и много спекуляций. Я предполагаю, что селом ничего не изменится, не будет. До встречи.